Конек-горбунок, вторая часть. Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы с вами продолжим читать сказку Конек-горбунок Ершова Петра Павловича. Будет интересно, подписывайтесь на канал, давайте начинать. Ершов Петр Павлович. Сказка Конек-горбунок. Продолжение. На другой день, утром рано, разбудил Конек Ивана. Гей-хозяин, полно спать, время дело исправлять. Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, взял корыто и пшено, и заморское вино. Потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток, доставать тою же ртицу. Еду целую седмицу, напоследок в день осьмой приезжает в лес густой. Тут сказал Конек Ивану, ты увидишь здесь поляну, на поляне той гора, вся из чистого серебра. Вот сюда-то до зорницы прилетают жары птицы, из ручья воды испить, тут и будем их ловить. И, окончив речь к Ивану, выбегает на поляну. Что за поле зелень тут, словно камень измрут, ветерок над нею веет, так вот искорки и сеет, а по зелени цветы, несказанной красоты. А на той ли на поляне, словно вал на океане, возвышается гора, вся из чистого серебра. Солнце летними лучами красит всю ее зарями, в сгибах золотом бежит, на верхах свечой горит. Вот Конек по косогору поднялся на эту гору, версту другу пробежал, устоялся и сказал, Скоро ночь, Иван, начнется, и тебе все речь придется. Ну, в корыто лей вино, и с вином мешай пшено. А чтоб быть тебе закрытым, ты под топол подлезь корыто, в тихомолку примечай, да смотри же, не зевай. На восхода, слышь, зорницы прилетят сюда жар птицы, и начнут пшено клевать, да по-своему кричать. Ты, которая поближе, и схвати ее, смотри же, а поймаешь птицу жар, и кричи на весь базар, и а то час к тебе явлюся. Ну, а если обожгуся, говорит коньку Иван, расстилая свой кафтан, рукавички взять придется, чай-путовка больно жгется. Тут конек из глаз исчез, а Иван, кряхтя, подлез под дубовое корыто и лежит там, как убитый. Вот полночной порой свет разлился над горой, будто полдни наступают, жары птицы налетают. Стали бегать и кричать, и пшено с вином клевать. Наш Иван, от них закрытый, смотрит птицы с под корыто, и толкует сам собой, разводя вот так рукой. Тьфу ты, дьявольская сила! Эх, их дряни привалила! Чай их тут десятков с пять, кабы всех переимать, что-то было бы поживы. Нечему ведь страх красивый, ножки красные у всех, а хвосты-то сущий смех. Чай таких у куриц нету, а уж сколько парень свету, словно батюшки на печь! И скончав такую речь, сам с собой под лазикой, наш Иван ужом да змейкой, как пшено с вином подполз, хватя дно из птиц за хвост. Ой, конечек-горбуночек, привлекай скорее, дружочек, я ведь птицу-то поймал! Так Иван-дурак кричал. Горбунок тотчас явился, ай, хозяин, отличился, говорит ему конек. Ну, скорее ее в мешок, да завязывает уже, а мешок привесь на шею. Надо нам в обратный путь. Не, дай птицу-то пугнуть, говорит Иван. Смотри-ка, видишь, населися от крика и, схвативши свой мешок, хлещет вдоль и поперек. Ярким пламенем сверкая, срепенулася вся стая, кругом огненным свелась и за тучи понеслась. А Иван наш вслед за ними, рукавицами своими, таким машет и кричит, словно щелком облит. Птицы в тучах потерялись, наши путники собрались. Уложили царский клад и вернулись назад. Вот приехали в столицу. Что, достал ли ты жар птицу? Царь Иван уговорит, сам на спальника глядит. А уж тот ничто от скуки искусал себе все руки. Разумеется, достал, наш Иван царю сказал. Где ж она? Постой немножко, прикажи сперва окошко в почивальне затворить. Знашь, чтоб темень затворить. Тут дворяна побежали и окошко затворяли. Вот Иван мешок на стол. Ну-ка, бабушка, пошел. Свет такой тут вдруг залился, что весь лед рукой закрылся. Царь кричит на весь базар. Ах ты, батюшки, пожар! Эй, решеточных! Заливайте, заливайте, заливайте! Эка, слышь, ты, не пожар! Это свет от жары птицы! Молвил ловчий, сам со смеху надрываяся. По теху я привезте, государь! Говорит ему Ивану царь. Вот люблю дружка Ванюшу, взвеселил мою ты душу. И на радости такой будь же царский сременной. Это, видя, хитрый спальник, прежний конюш и начальник, говорит себе под нос. Нет, постой, молокосос! Не всегда тебе сучиться так канальски отличиться. Я тебя снова подведу, мой дружочек, подбеду. Через три потом недели вечерком одним сидели в царской кузне повара и служители двора. Попивали мед из жбана, да читали я Руслана. Эх, один суга сказал, как сегодня я достал от соседа чудо книжку! В ней страниц не так, чтоб слишком, да и сказок только пять. А уж сказки вам сказать! Так не можно надевиться, надо же это кумудриться! Так всех голос удружи! Расскажи, брат, расскажи! Ну, какую же вы хотите? Пять ведь сказок! Вот смотрите! Первая сказка о бобре, а вторая о царе. Третья, дай бог память точно, о боярине восточной. Вот в четвертой князь бобыл, в пятой, в пятой, эх, забыл. В пятой сказке говорится, так в уме вот и вертится. Ну, да брось ее, постой! О красотке, что ли, какой? Точно в пятой говорится, о прекрасной царь-девице. Ну, которую ж, друзья, расскажу сегодня я. Царь-девицу все кричали, о царях мы уж слыхали. Нам красоток-то скорей, их и слушать веселей. И слуга, усевшись влажно, стал рассказывать протяжно. У далеких немских стран по ушубке. По ушубке, золотой, ребята, шлюпки и серебряным веслом самолично правит в нем. Разные песни попевает и на гусельцах играет. Спальник тут, с палатей скок и со всех обеих ног во дворец к царю пустился и как раз к нему явился. Стукнул крепко, а по лубам и запел царю потом. Я с повинной головою царь явился пред тобою. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить. Говори, да правду только и не ври, смотри, нисколько. Царь с кровати закричал. Хитрый спальник отвечал. Мы сегодня в кухне были, за твое здоровье пили, а один из дворских слуг нас забавил сказкой вслух. В этой сказке говорится о прекрасной царь-девице. Вот твой царский стременой поклялся твоей братой. Что он знает эту птицу, так он назвал саль-девицу. Ее, изволишь знать, похваляется достать. Спальник стукнул о пол снова. Гей, позвать мне стременого. Царь посыльным закричал. Спальник тут за печку стал, а посыльные дворяна побежали по Ивана. В крепком с ней его нашли и в рубашки привели. Царь так начал речь. Послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу, сирич молвить царь-девицу. Что ты, что ты, бог с тобой? Начал царский стременной. Чай с просонок я толкую, штуку выкину такую. Да хитри себе, как хочешь, а меня не проведешь. Царь затряжший бородою, что рядиться мне с тобою? Закричал он. Но смотри, если ты недели в три не достанешь царь-девицу, нашу царскую светлицу, то, клянусь обородой, ты поплатишься со мной. Да направешь решетку на кол, вон холоп. Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, говорит ему конек. Ай, мой милый занемок, ай, попался к лиходею. Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. Ох, беда конек, сказал, царь велит свою светлицу, мне достать, слышь, царь-девицу. Что мне делать, горбунок? Говорит ему конек. Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. От того беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи. Ведь для поимки надо, царь, не две ширинки, шиты золотом шатер да обеденный прибор. Весь заморского варенья и сластей для прохлаждения. Вот Иван к царю идет и такую речь ведет. Для царевниной поимки надо, царь, не две ширинки, шиты золотом шатер да обеденный прибор. Весь заморского варенья и сластей для прохлаждения. Вот давно бы так, чем нет. Царь с кровати дал ответ и велел, чтобы дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Гей, хозяин, полно спать, время дело исправлять. Вот Иванушка поднялся, путь дорожку собирался. Взял ширинки и шатер да обеденный прибор. Весь заморского варенья и сластей для прохлаждения. Все в мешок дорожный скал и веревкой завязал. Потеплее приоделся, на коньке своем уселся. Вынул хлеба ломоток и поехал на восток по той улице девицу. Еду целую седмицу. Напоследок в день осьмой приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану. Вот дорога к океану. И на нем-то круглый год та красавица живет. Два раза она лишь сходит с океана и приводит долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам. И окончив речь к Ивану, выбегает к океану, на котором белый вал оденешенек гулял. Тут Иван с конька слезает, а конек ему вещает. Ну, раскидывай шатер, на ширинку ставь прибор из заморского варенья и сластей для прохлаждения. Сам уложиться за шатром да смекай себе умом. Видишь шлюпку? Шлюпка вон мелькает. Та царевна подплывает. Пусть в шатер она войдет, пусть покушает, попьет. Вот как в гусли заиграет. Знай, уж время наступает. Ты до чаш шатер бегай, ту царевну захватай и держи ее сильнее, да зови меня скорее. Я на первый твой приказ прибегу к тебе как раз и поедем, да смотри же, ты гляди за ней поближе. Если ж ты ее проспишь, так беды не избежишь. Тут конек из глаз сокрылся, за шатер Иван забился и давай деру вертеть, чтоб царевну да подсмотреть. Ясный полдень наступает, царь-девица подплывает, ходит с гуслими в шатер и садится за прибор. Хм, так вот-то царь-девица, как же в сказках говорится, рассуждает стременной, что куда красна собой, царь-девица, так что дива, это вовсе не красиво. И бледна-то, и тонка, чай в обхвата три вершка. А ножонка-то ножонка, тьфу-то, словно у цыпленка. Пусть полюбится кому, я и даром не возьму. Тут царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иван, не зная как, прикорнулся на кулак. И под голос тихий стройный засыпает приспокойно. Запад тихо догорал, вдруг конек над ним заржал и, толкнув его копытом, крикнул голосом сердитым. Спи, любезный, до звезды, высыпай себе беды, не меня ведь вздернут на кол. Тут Иванушка заплакал и рыдающе просил, чтоб конек его простил. Отпусти вину Ивану, я вперед уж спать не стану. Ну уж Бог тебя простит, горбунок ему кричит. Все по праве может статься, только чурт не засыпаться. Завтра рано поутру к златошвейному шатру приплывет опять девица, меду сладкого напиться. Если ж снова ты заснешь, головы уж не снесешь. Тут конек опять сокрылся, а Иван сбирать пустился. Острых камней и гвоздей от разбитых кораблей, для того, чтобы уколоться, если вдруг ему вздремнется. На другой день поутру к златошвейному шатру царь-девица подплывает, шлюпку на берег бросает, ходит с гуслими в шатер и садится за прибор. Вот царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иванушке опять захотелось поспать. Нет, постой же ты, дрянная, говорит Иван вставая. Ты вдруг гореть не уйдешь и меня не проведешь. Тут шатер Иван вбегает, косу длинную хватает. Ой, беги, конек, беги, горбунок мой, помоги. Вмиг конек к нему явился, ай, хозяин, отличился. Ну, садись же поскорей, да держи ее плотней. Вот столица достигает, царь к царевне убегает, за белые руки берет, во дворец ее ведет и садится стол дубовый и под занавес шелковый глазки с нежностью глядит, сладкие речи говорит. Бесподобная девица, согласись, я быть царица. Я тебя едва узрел, сильной страстью воскипел. Соколины твои очи не дадут мне спать средь ночи, и во время бела дня ох, измучают меня. О, виласковое слово, все для свадьбы уж готово, завтра ж утром, светик мой, обвенчаемся с тобой и начнем жить, припевая. А царевна молодая, ничего не говоря, отвернулась от царя. Царь нисколько не сердился, но сильнее еще влюбился. На колен пред нею встал, ручки нежно пожимал, и боляться начал снова. О, виласковое слово, чем тебя и огорчил, а ли тем, что полюбил, о, судьба моя плачевна, говорит ему царевна. Если хочешь взять меня, то достань ты мне в три дня, перстень мой из океана. Гей, позвать ко мне Ивана! Царь поспешно закричал и чуть сам не побежал. Вот Иван к царю явился, царь к нему оборотился и сказал ему, Иван, поезжай на океан, в океане там хранится, перстень, слышь ты, царь девицы, коль достанешь мне его, задарю тебя всего. Я из первой этой дороги волочу на силу ноги, ты опять на океан, говорит царю Иван. Как же будут не торопиться, видишь, я хочу жениться. Царь со гневом закричал и ногами застучал. У меня не отпирайся, а скорее отправляйся. Тот Иван хотел идти. Эй, послушай, по пути? Говорит ему царица. Заезжай ты поклониться в изумрудный терем мой, да скажи моей родной дочь ее узнать желает. Для чего она скрывает по три ночи, по три дня лик свой ясный от меня. И зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлет луча ко мне. Не забудь же. Помнить буду, если только не забуду. Да ведь надо же узнать, кто те братец, кто те мать, чтобы родне-то нам не сбиться. Говорит ему царица. Месяц, мать мне, солнце брат, досмотрев три дня назад, царь жених к нему прибавил. Тут Иван царя оставил и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весил, что головушку повесил, говорит ему конек. Помоги мне, горбунок. Видишь, вздумал царь жениться. Знаешь, на тоненькой царице. Так и шлет на океан, говорит коньку Иван. Дал мне сроку три дня только. Тут попробовать из Волька перстень дьявольский достать. Да велела заезжать эта тонкая царица где-то в терем поклониться. Солнцу месяцу, притом и спрошать кое о чем. Тут конек. Сказать по дружбе? Это службишка, не служба. Служба, все, брат, впереди. Ты теперь спать пойди. А на завтра утром рано мы поедем к океану. На другой день наш Иван взял в треуговки в карман, потеплее приоделся, на коньке своем уселся и поехал в дальний путь. Дайте, братцы, отдохнуть. Подписывайтесь на мой канал. Тут вы можете найти интересные сказки, стихотворения, песенки, рассказы, загадки, потешки для детей и многое-многое другое. До новых встреч!